Пока все дома, мы продолжаем рассказывать о животных Самарского зоопарка. Андрей, кто находится рядом с нами? Королевский петон. Один из самых маленьких девушек настоящих петонов. Сейчас посильный паблик позвонил. Что же в нем такого королевского? Его окрас, который его маскирует в природе и яркий, в то же время играющий роль афоники готичика. Я слышал этого вида змеи, есть еще одно название. Это змею называют шаровый петон, петон-мязь. И для того, чтобы сблоки пугливые и сворачиваются своим телом в шарик, прячут свою голову под тело. А еще я слышал, что именно на этой змеи легче всего увидеть то, что змеи произошли от ящей. Что же это за такое доказательство? Ну, это рудиментарная конечность, которая осталась в петонах у основания моста. А еще второе название у этой группы животных – ложноногие, то есть ложные ноги. Они похожи на коксы, да? Да, это коксы – это последняя паланка пальцев, так называемая рудиментарная конечность. Насколько агрессивный этот змей? Этот змей очень пугливый и, как у волосы сразу, чаще лучше спрячет голову под тело, чем нападет. Ну, то есть для содержания дома у нас не сорочек, я правильно понимаю? Да, да. И, во-первых, размеры до полутора метра. И агрессия крайне редко появляется. А этот змей сюда окрасен так, что с ковера, или есть какие-то другие варианты? Ну, как у любого другого животного, у него, конечно, встречаются цветовые вариации в природе. Но, как правило, в природе они не выживают, а человек, видя селекцию, отбирая разные цветовые вариации, вывел много различных цветовых вариаций данного образа. Смотрите, а сколько живут такие змей здесь? Такие змей в природе живут 15-16 лет. В неволе королевские питоны проживают 30-40 лет. А нашему китону музыку уже 23 года. Ну, кстати, не только змеи, но и другие животные живут в зоопарках в неволе полтора-два раза дольше, чем в природе. Потому что здесь у них нет врагов, здесь им надо давать пищу, а если вдруг они немножко приболели, то им обязательно поможешь этот раз. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...